Приветствую вас! Есть в психологии такое слово, как проработать. Психологами используется часто, клиентами, значит, это слово уважняется не так, чтобы очень, то есть, ну, клиенты не так, чтобы очень любят это слово, вот, значит, ну, не очень нам нравится это слово клиентам, потому что они его не понимают, они не понимают это слово, вот. Но, тем не менее, если мы говорим в контексте гештальт подхода о том, что происходит, то для завершения гештальта необходимо проработать этот самый незавершенный гештальт, то есть, это самое то, что не является завершенным. То есть, события, обстоятельства, значит, по которому у вас остались какие-то незавершенные мысли, переживания, чувства, там, и так далее. Как это делается? Как это делается? То есть, в контексте, вот, именно, в контексте гештальт, опять же, терапии. Снова и снова возвращаемся в тот эпизод, снова и снова раскрываемся новые и новые детали, снова и снова анализируем чувства, вот. И, соответственно, это происходит снова и снова, да, до тех пор, пока чувства не уйдут, пока чувства не изменятся, вот. Снова и снова происходит эта работа, вот. И я на самом деле абсолютно не ощущу, сейчас, именно так завершается гештальт, значит, гештальтерапия, если у вас незавершенная гештальта, как вы говорите. Вот. Именно так. Другое дело, с чего вы взяли, что у вас незавершенный гештальт, и почему вы выражаетесь такими словами, с точки зрения, опять же, психологии, это говорит о том, что вы склонны рационализировать то, что с вами происходит, и, как бы, не поддаваться своим чувствам, вот. Да? И чем самым не поддаваясь своим чувствам, вы не выражаете их адекватно. Да? Вот. Но это уже немножечко другая история. Интерес также, на мой взгляд, вызывает и то, для чего вы написали свой возраст. То есть, вот, совершенно очевидно, что вы довольно рано вышли замуж, довольно рано, и уже, получается, успели от него, от своего мужа, уйти. Вот. Значит, здесь, эээ, ситуация, эээ, такая, эээ, что, что, возможно, ваша, эээ, цель, эээ, была не любовь к этому человеку, то есть, цель замужництва была, эээ, цель замужництва было не сделать, эээ, своего мужа счастливым. Да? Вот. А-а-а, какая-то у нас совсем иная цель. Какая-то, какая-то, какое-то совсем другое желание. Ну и, соответственно, в таком случае на мужа вы, скорее всего, проецировали какие-то свои желания, либо чувства, либо что-то ещё. С этим тоже нужно разбираться, правда, уже не в гестальт, эээ, терапии, не в гестальт формате. Отношения, эээ, с мужем, как правило, не складываются по, эээ, причине страха эмоциональной близости, например, по причине, эээ, значит, отсутствия модели, эээ, женского поведения, ну или гендерного поведения, в принципе, что не имеет, эээ, ну, не имеет, эээ, разницы. Либо из-за проблем во взаимоотношениях с отцом или просто с родителями. Здесь тоже нужно разбираться, конечно же. Эээ, далее, далее. Самостоятельно завершить гестальт практически невозможно, потому что вы эээ, замечаете только те вещи, которые эээ, для вас, значит, имеют ээээ, ну, большие значения, а на другие какие-то аспекты, эээ, значит, соответственно, ээээ, не обращайте внимания. Вот. Эээ, значит, обратите внимание, на это вам поможет только психолог. А вот. Эээ, а вот. Эээ, 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 и... Соответственно, исходя из этого, можно будет уже давать вам какие-то рекомендации. Дальше, вот, по сути дела, значит, это то, что я хотел вам сказать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи.